Время. Начинаю про Ленина рассказ. Но не потому, что горя нету боли. Время потому, что резкая тоска стала ясною, осознанною болью. Время снова ленинские лозунги развихрь. Нам ли растекаться слезной лужей? Ленины теперь живее всех живых. Наше знание, сила и оружие. Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши. Вся Москва, промерзшая земля дрожит отгуда, над кострами обмороженные с ночи. Что он сделал? Кто он и откуда? Почему ему такая почесть? А сегодня пришли к Ленину. Это все, что символ революции. Ну и новой жизни, новой справы. Его, значит, безграничный ум. Его умение видеть на тысячу лет вперед. Я здесь с сыном. Ему сегодня 16 лет, совершеннолетие. И поэтому пришли как клятву дать, что Андрей, сын мой, так зовут его, тоже будет хороший, добрый человек. Человечность у него, любовь к народу у него. Ну и такая же отдача у нас к нему была и у наших отцов, дедочек. Ясно то, что если бы не было Ленина, не было бы Великой Октябрьской социалистической революции, не было бы ни свободной Чехословакии, не было бы того, что мы сегодня проживаем, если так можно сказать. Умение думать за весь народ, доводить до самых низких слоев доходили его очень ведь большие, великие идеи. Но они каждому были понятны. Он умел так их доказать, словесно провести в жизни, что всем простым людям было понятно. Я была в момент ленинского призыва в заводе, в гуще рабочих. Так с каким воодушевлением, с грустью, конечно, эти рабочие, серьезные. Им было, они были старше меня, им было по 50 и больше лет, они вступали в партию. Вот этот момент очень незабываемый. Анна Васильевна Шитова, коммунист ленинского призыва. Здесь, на Красной площади, она была и в январе 24-е. Газеты начало года. О чем они писали? Позади гражданская война, но фронт остается. Теперь это хозяйственный фронт. Вместо привычных слов, армия, штурм, корпус, атака. На густых страницах завод, сырье, металл, расчет. И еще не совсем привычное, план. Вот что составляет задачу нашего дня. Вот что составляет задачу нашей эпохи. Так говорил Владимирович Ленин в своем последнем выступлении. Как эта задача не трудна. Как она не нова по сравнению с прежней нашей задачей. И как много трудностей она нам не причиняет. Все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало так, что из России НЭПовской будет Россия социалистическая. Горки. В начале 24-го года в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило некоторое улучшение. 7 января в помещении зимнего сада устроили елку и по просьбе Ильича пригласили всех окрестных ребят, детей рабочих совхоза и служащих санатория. Владимир Ильич пришел в гости к ребятам. Елка могла быть и такой. Невозможность работать тяготила Ленина. Он по-прежнему полон забот и дум о партии. И даже будучи больным, он оказывал огромное влияние на положение дел в партии, в стране, помогал находить наиболее правильные решения в отношении самых сложных вопросов теории и практики социалистического строительства. 19 января Ильич выезжает в лес на прогулку посмотреть охоту. В январе в Москве открылась 13-я конференция РКПБ. Воспользовавшись отсутствием Владимира Ильича, трасскистская оппозиция попыталась выступить против линии партии. Однако эти попытки провалились. Надежда Константиновна Крупская регулярно читает Ильичу отчеты о ходе конференции. 19 и 20 января правда печатает резолюции. Когда в субботу, вспоминала позднее Надежда Константиновна, Владимир Ильич стал волноваться, я сказала ему, что резолюции приняты единогласно. Слушал Владимир Ильич очень внимательно, задавая иногда вопросы. 13-я партконференция еще раз подтвердила, что партия идет по ленинскому пути. Из Москвы в Горки привезли киноаппарат и стали демонстрировать фильмы. Любил Владимир Ильич смотреть хронику Генуэзской конференции. Любил Владимир Ильич. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Из письма Надежды Константиновны Крупской Алексею Максимовичу Горькому. Ильич в последний месяц своей жизни отыскал книгу, где вы, Алексей Максимович, писали о нем, и велел мне вслух читать вашу статью. Алексей Максимович Горький писал о Ленине. Я не могу себе представить его без этой прекрасной мечты о будущем счастье всех людей, о светлой, радостной жизни. Ленин больше человек, чем кто-либо из моих современников. И хотя его мысль, конечно, заметна по преимуществу теми соображениями политики, которые романтик должен назвать узкопрактическими, но я уверен, что в редкие минуты отдыха эта боевая мысль уносится в прекрасное будущее гораздо дальше и видит больше, чем я могу представить себе. Основная цель всей жизни Ленина – общечеловеческое благо. И он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец этого великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служить вся его воля. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал, смотрел куда-то вдаль и думал. Еще 20 января в Горках ничто не предвещало тревоги. На следующий день, в час дня, Владимир Ильич, поднимаясь по лестнице к себе в комнату на втором этаже, неожиданно почувствовал себя плохо. Очень плохо. Трагедия произошла в 18 часов 50 минут. 21 января в 18 часов 50 минут ушел из жизни основатель коммунистической партии советского государства Владимир Ильич Ленин. Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры. Все, что есть в пролетариате, поистине великого и героического, говорилось в обращении партии к народу. Упорная всеопределяющая воля, священная ненависть к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений, все это нашло великое воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, с юга до севера. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Ленине, 23 января гроб с телом Владимира Ильича Ленина в сопровождении рабочих, членов ЦК РКПБ, делегатов Второго съезда Советов был доставлен в Москву. Бесконечен людской поток. Казалось, вся страна пришла проститься с Вичем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 27 января в 4 часа дня наступила последняя минута прощания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ильича опускают в могилу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для меня, как и для всех, весть о кончине Владимира Ильича Ленина была ошеломляющим ударом. Я воспринял эту весть, как личное горе. Да и все так восприняли. 21 января 24 года Я склонился над радиоприемником Тогдашним детекторным Которому не всегда можно было поймать что-нибудь И вдруг на мою беду Совершенно ясно Этот приемник Сообщил мне о том, что в 6 часов 50 минут Умер Ленин. Мне очень трудно Передать Настроение, охватившее Меня тогда Я буквально метался По комнатке своей Не зная, куда Себя одевать И единственный выход Своему настроению Я смог дать Переведя его на бумагу В тот именно вечер Я написал Черновик Своего стихотворения На смерть Ленина Это Был один из первых поэтических откликов На Траурные события Вот его строки Некипучий Смерч Землетрясений Мир хлестнул Неудержимым шквалом Это весть О том, что Умер Ленин Весть о том, что Ленина не стало Солнце Стой Эх, солнце Сделай милость Подожди лучом В снегах звучать Ты не знаешь Что остановилось Огненное сердце Ильича И в полях Где голос В песне Звонок И широк Лихой Просторный Зык Видел я Заплакал Как ребенок Никогда Не плакавший Мужик Поэт Демьян Бедный Назвал День кончины Ленина Смертельною Тоской Пронзенным Днем Нельзя Не вспомнить Строки Его Стихотворения Снежинки Написанного Немного Позже Казалось Земля С пути Свернула Казалось Весь мир Покрыла Тьма И Холодом Отчаяния Дохнула Испуганно Суровая Зима Забуду ли Народный Плач У горок И Проводы Вождя И Скорбь И Жуть И Тысячи Лаптишек И Опорок За Лениным Утаптывавших Путь Поэт Вера Михайловна Инбер Она Написала Стихи Пять Дней И пять Ночей Об Этих Пяти Днях И ночах Печален Луны Почетный Караул И Конечно Очень Интересно Что Наш Великий Лирик Сергей Есенин Как-то Особенно Откликнулся На Смерть Ленина Сказав Того Кто Спас Больше Нет Его Уж Нет Но Те Кого Оставил Он Страну В бушующем Разливе Должны Заковывать В бетон Ленинский Призыв Как Рассчитывали Империалисты Смерть Владимир Ленина Смерть Смерть Владимир Ленина Смерть Ильича Смерть Ильича Только От рабочих И Подмосковья Смерть Вступление В партию Мы Не случайно Идем В РКП Не для того Чтобы Получить Привилегии А с целью Заменить Ту Утрату Которую Понесла Великая Пролетарская Партия 31 января 1924 года ЦК РКПБ Объявил Ленинский Призыв В партию Около 250 тысяч Рабочих И крестьян Пришли В эти дни В партию Одним из коммунистов Ленинского Призыва Стал слесарь Московского Завода Имени Владимира Ильича Петр Пафнутиевич Ермаков Ставший Впоследствии Директором Завода Партию Принимали Токарей Слесарей Модельщиков Литейщиков В общем Самых Квалифицированных Рабочих Кадровых Партию Принимали Конечно Не всех Были Такие Которых Понимаете Отвели Вот Например Так Манзулов Иван Федорович Принят В кандидаты Партии Мясоедов Михаил Никитич Тоже Принят В кандидаты Партии А вот Костин Александр Гавриилович Слесарь Отвести Как Собственницкий Полуторный Кузнец Отвести Как пьяницу И нахала Что характерно Прием Кандидата Партии Проходил В присутствии Большого количества Беспартийных Было открытое Партийные Собрания Сейчас начали говорить о том, как кто вступает комсомол Я как-то читал анкету Я как-то читал анкету Не одну анкету Где записывали по какой причине В основном там фигурировала фраза о том, что человек желает быть в первых рядах и так далее А я вот разговаривал с одним коммунистом и спросил, почему ты вступил в партию, мы на ты Он сказал, ответственности не хватает Я только за себя отвечаю А я хочу отвечать еще и за соседа своего И за третьего, и за четвертого За всех и за все Вот, наверное, для этого люди становятся комсомольцами и коммунистами А то можно свое дело делать И честно делать, и до конца Но это еще не будет ни коммунист, ни комсомолец Темой как раз вот именно нашего ленинского урока является молодой коммунист сегодняшний и Ленин молодой коммунист Вот у нас сейчас часто молодые коммунисты Слово молодой, то есть еще неопытный Ну почему же? Ведь воспитывает пионерия, комсомол, молодежь И в 23 года, когда он уже в партии, он все еще молодой, неопытный, все еще ребенок Вот мне кажется, именно здесь нужно брать пример с Ленина Ему нужно быть таким же уверенным в своей борьбе, таким же стойким Конкретно, вот комсомол, я должен вступать, я думал об этом Я имею право вот сейчас подавать заявление Выходить перед своими товарищами на собрание и говорить о себе, как, значит, о человеке, который хочет вступить в комсомол Сейчас будет, конечно, по-другому у меня это Потому что я считаю, что самое главное сейчас Сосредоточиться именно на себе, что я хочу вот в этой жизни, что я хочу вот в этой профессии, которую я выбираю Самое главное дело И вот от этого, когда я почему говорю, что нужно прежде всего обратить внимание на себя, то есть воспитать себя В хорошем смысле, то есть именно понять, определить, на что вот я гожусь, на что нет Пусть я буду делать маленькое, пусть я буду делать там крохотное что-то, но Именно это я могу сделать Каждый человек, он каждый сам по себе должен быть Не в плохом смысле сам по себе А то есть в соединении вот всех вот этих самих по себе получается народ, о котором можно говорить, который пишет историю Субтитры создавал DimaTorzok Второй съезд Советов СССР принял постановление об увековечении памяти Владимира Ильича Ленина Но самым великим памятником вождю стала Конституция СССР Этим актом завершилось оформление Союза Советских Социалистических Республик И вот эти парни и девчата, они тоже в первых рядах строителей нового общества Они спешат в Москву на шестой съезд Российского Коммунистического Союза Молодежи Можем ли мы сказать, мы все сделали, мы победили, а теперь мы можем отойти от дальнейшей борьбы? Так ставят вопрос делегаты съезда и отвечают, нет, мы этого сказать не можем и не скажем Около 400 тысяч юношей и девушек пришли в комсомол в дни ленинского призыва Да-да, в комсомоле тоже был ленинский призыв молодежи С гордостью взял союз это славное имя Ленина Говорилось в резолюции съезда с полным сознанием той великой ответственности, которую оно возлагает на него Звук разлов Звук разлов что вам вот в этом поколении нравится. Вот я был делегатом 6-го съезда комсомола в 24-м году, на котором принималась имя Ленина. И вот в конце давали клятву. Она в истории комсомола входит как манифест к рабоче-крестьянской молодежи России. И там заканчивалось, что 6-й съезд, принимая имя Ленина, клянется, что какие бы трудности перед нами не стояли, каких бы жертв от нас не требовали, мы не уроним знамя Ленина, мы выполним заветы Ленина. И вот прошло 50 лет. В 1974 году на 17-м съезде комсомола нас осталось немного живых, приветствовали. И товарищ Брежнев сказал, партия и народ верит и доверяет комсомолам. Какое было счастье убедиться, что за 50 лет столько поколений прошло, ни одно поколение не изменило клятвие, которое мы дали в 24-м году. Вот самое ценное и самое главное. Во главе нашей промышленности поставлен партия Дзержинский. Он председатель ВСНХ. Ленинский призыв поможет добиться небывало высокой производительности труда. Нужен уголь. Его добудут столько, сколько требует индустрия. Нефть. В кратчайшие сроки добыча нефти будет поднята. На трофяные массивы приходят новые эскаваторы и машины. Вот так решалась проблема топлива. Новый тип локомотива, тепловоз Яг. Он успешно заканчивает испытание. Активисты Добролета передают воздушному флоту страны эскадрилью самолетов. Даешь мотор. В 1924 году в известиях появилась карикатура Бориса Ефимова, которая изображала приемную народного комиссара иностранных дел СССР Георгия Васильевича Чечерина. У дверей длинная очередь иностранных дипломатов с документами о признании СССР. Таков был образный комментарий года признаний. Каким стал 1924? Разработанная Лениным программа советской внешней политики начинала давать практические результаты. Чрезвычайный полномочный посол Италии Маркиз Патерно вручает свои верительные грамоты заместителю наркома иностранных дел Литвинову. Франция, Англия, Дания и многие-многие страны устанавливали дипломатические отношения с нашей страной. А вот с Афганистаном, чью независимость мы признали еще в 19-м году, отношения были установившиеся и могли служить примером воплощения в жизнь ленинской политики в отношения стран Востока. Вот что говорилось в инструкции советским представителям в Афганистане. Вслушайтесь, как современно звучат эти строки, написанные 55 лет тому назад. Мы не вмешиваемся во внутренние дела, мы не вторгаемся в самостоятельность народа, мы оказываем содействие всякому явлению, которое играет прогрессивную роль. Мы ни на минуты не думаем навязывать народу такой программы, которая ему чужда. Наша политика есть политика мира и сотрудничества между всеми народами. Субтитры создавал DimaTorzok 13-й съезд РКПБ Учитывая роль и значение нового пополнения, пришедшего в партию в 1924 году, Политбюро ЦК приняло решение предоставить кандидатам в члены партии ленинского призыва право решающего голоса при выборах делегатов на съезд. Съезд, подводя итоги первых трех лет НЭПа, констатировал, что новая экономическая политика обеспечила начало хозяйственного возрождения страны. От России НЭПовской, России Социалистической этот ленинский завет притворялся в цифры и планы. Спасибо. Продолжение следует... Валериан Владимирович Куйбышев говорит о близком времени еще не виданных в мире темпах индустриализации. Не хватает еще металла, огня, нефти. А на заводе «Динамо» растет производство электродвигателей. Каждый из них целая электростанция района. Легкая промышленность ныне работает для мирных заказов. Прошлые годы здесь шили только военные сапоги. Теперь ботинки фирмы «Скороход» можно увидеть во многих городах и селах. Зашумели тысячи ткацких станков. План Гайл-Ро, о котором спорят ученые и в Лондоне, и в Париже, вошел в жизнь страны Советов, говорит Глеб Максимилианович Крыжжановский. Продолжение следует... Очень скоро начнут появляться в газетах сообщения о своих тракторах и комбайнах, машинах и прокатных станах. И никого не удивит пуск очередной ГЭС. А в 24-м пуск Кизиловской ГЭС третьего объекта плана Гайл-Ро большой праздник. Еще один шаг к тому, что будет завтра. Тяга грамотности и знаний в народе огромная, говорит Надежда Константиновна Крупская. Но не хватает бумаги, карандашей, учебников. За карандаш на базаре дают несколько фунтов хлеба. Но пройдет несколько лет, и эти пионеры 24-го сядут за парты рабфаков, станут к станкам и домным, возведут магнитку, дни прострой, в Сталинградской тракторной. А пока тракторов не хватает, говорит с трибуны съезда Михаил Иванович Калинин. А ведь крестьянин так радуется появлению на полях современной техники. Опираясь на решение съезда, увеличивается закупка тракторов за границей. Только за один год в деревню приходит свыше 6,5 тысяч тракторов. И среди них полтысячи отечественного производства. Я в партию вступил в 1924 году, в феврале месяце, в Ленинский призов. В тот период находился секретарем комсомольской организации на каменно-угольных копиях побединских. Ну что же, в первую очередь я ставил перед собой задачу, почему я вступаю. И прямо ставил вопрос, что интересы личные не превышать интересов государственных. Когда отсюда из Москвы поехал в счёт 25 тысяч по колхозному строительству, когда приехал в Оренбургскую область, в Фордзон был маленький трактор, то сейчас уже трактора не те. Сейчас уже тракторов в колхозе 50, комбайнов 100, автомашин 150. Вот такие вот колхозы. В этом году немало, немного сдали 310 миллионов пудов. Одна область – 310 миллионов пудов. Оренбургская область. Колхоз России. Балетная студия. Оренбургская область. Оренбургская область. Оренбургская область. У меня мама дома, а папа работает трактористом. У меня мама работает в детском саду. У меня мама и папа работают на подстанции. У меня мама работает воспитателем, а папа кузнецом. У меня папа работает селятником. У меня папа работает механиком, а мама в доме. Поехать куда-нибудь, увезти. Я хочу быть воспитателем. Я хочу быть врачом. Я хочу быть кассиром в аптеке. Я хочу быть кондитером. Я мечтаю поехать в Москву, посмотреть на Ленина. Я мечтаю поехать в Матвеевку. Мы задали детям вопрос. Кто такой кулак? Это враг. А что ты еще о нем знаешь? Он у крестьян отнимал хлеб и брал их в плен. Они на него работали. Середняк – это крестьянин не такой уж бедный и не такой уж богатый. Это очень бедный, не имеющий ничего. Вот так работающий на полях, на взрослого, на богатого человека. Впервые узнала я о Ленине, когда мама принесла домой партию Ленина. Я сказала, а это кто он? Она мне сказала, что это мой дедушка. Я стала хвалиться, что у меня такой хороший дедушка и красивый. Но мама сказала, что этот дедушка для всех он. И я спросила, почему он говорит. Я считаю, что главное качество советского человека и тем более молодого советского человека, обращенного в будущее, в завтрашний день, в наше коммунистическое завтра, это верность партии, верность Ленину. Желание как можно лучше исполнить Ленинский завет в новых, в сегодняшних условиях, гораздо более сложных, это я прямо скажу, гораздо более сложных, чем те, которые были у нас в наше время. И если призыв Ленина учиться в 1920 году был важен необыкновенно, то он еще более важен сегодня для нынешней молодежи, для людей труда, людей защиты мира, людей защиты Родины, для всех, потому что сами масштабы учения, они гораздо более широкими стали, потому что область науки, область техники, область культуры неизмеримо выросла за эти годы. И в этом смысле задачи нынешнего молодого поколения, они, я бы считал, я бы так сказал, они труднее наших задач, но и, разумеется, почетнее. Наша память, память о бесконечно дорогом человеке, о вожде, об учителе. Она и в этом вот монументе, одном из первых в нашей стране, воздвигнутом на средства строителей Каширской ГЭС. наша память. она и в имени этого города. Она во всем, что связано с жизнью и подвигом Владимира Ильича Ленина. 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 Я хотел бы сказать следующее, что качество коммуниста должно быть следующее. Это видеть, которое мы хотим, и в себе, и в других, которых окружают, не быть равнодушным, быть правдивым, не бояться сказать правду в глаза. И вот здесь Ленин, который говорил свои слова, это он как раз лучше, меньше, да лучше, он говорил так. Ни слова не возьмут на веру. Я имею в виду, он говорил это о коммунистах. Так. Ни слова не скажут против совести. Не побоялись, не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьёзной поставленной себе цели. Вот кто такой коммунист сегодняшнего дня, я уже измеряю с 24-м годом. Задача сегодняшних коммунистов, это ведь не только изучать работы Ленина. Надо ещё так, чтобы они вошли в него в плоть и в кровь. Вообще, я думаю, так. В своё время Ленин говорил, что когда ему трудно было, он брался за Маркса. И говорил, я пойду посоветуюсь. Мне кажется, и сейчас, в настоящее время, нам надо почаще браться за Ленина, чтобы с ним посоветоваться. И чтобы, знаете, вот эта ленинская жизнеспособность, она как бы нервным таким током проникала в нашу душу. Вот мне хотелось сейчас зачитать кусочек из статьи Ленина «Лучше-меньше да лучше». Именно о культуре ставлю я здесь вопрос. Потому что в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки. А у нас, можно сказать, хорошее в социальном устройстве до последней степени не продумано, не понято, не прочувствовано, свачено наспех, не проверено, не испытано, не подтверждено опытом, не закреплено. И так далее. Иначе не могло быть, конечно, в революционную эпоху. И при такой головокружительной быстроте развития, которая привела нас в пять лет от царизма к советскому строю. Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скрополитно быстрому движению вперёд, ко всякому хвастовству и так далее. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперёд, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность. Вреднее всего было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем. Надо взять за правило. Лучше числом поменьше, да качеством повыше. Надо взять за правило. Лучше через два года или даже через три года, чем в торопях. Я знаю, что это правило трудно будет выдержать и применить к нашей действительности. Я знаю, что тысячи мелазеек обратное правило будет пробивать у нас себе дорогу. Я знаю, что сопротивление нужно будет оказать гигантское, что настойчивость нужно будет проявить дьявольскую, что работа здесь первые годы, по крайней мере, будет чертовски неблагодарной. И тем не менее, я убеждён, что только такой работой мы сможем добиться своей цели. И только добившись этой цели, мы создадим республику, действительно достойную названия советской, социалистической и прочее, прочее и тому подобное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...